Так, ну что, господа дауншифтер, давайте тогда без длинных вступлений и без имён не выдавайте рыбные места. Вы живёте в такой, ну, более-менее настоящей деревне. Хотя в прошлом горожане. Да. Я эту местность видел и зимой, и летом. И первое, что бросается в глаза, для человека, который просто из города заехал к дауншифтерам, думается, наверное, у людей где-то должна быть корова. Потому что моя первая ассоциация, ну, Простоквашина, Матроскин, Бурёнка и, как его звали, Гаврюша. Вторая ассоциация, помню, собственная, когда я летом был в настоящей деревне, в далёкой области, там такая была процедура, насколько я знаю. Где-то в 4 утра люди вставали, доили коров, которых у них было 2. После этого коров выводили, их нужно было проводить до местной центральной площади. Всё это ещё до рассвета, ну, или на грани рассвета. Собиралось большое тут околхозное стадо, стадо забирал пастух и куда-то его на весь день угонял. Вечером часов в 9 все знали, что стадо приходит назад, люди сбираются на эту площадь обратно, там, меня в том числе послали коров забирать. Ну, или там, у кого особо умные и дрестированные коровы, они сами находят с площади, ну, это редко бывает. Здесь, ну, во-первых, коровы нет у вас, это первое. Во-вторых, насколько я знаю, здесь ни у кого нет коров. И, насколько я знаю, эта проблема выходит за пределы вашей области, то есть нигде коров в частных хозяйствах нет. Нет, у нас в деревне одна корова есть. Одна? Да, одна всего. Понятно. Ну, собственно, мой вопрос заключается в следующем. Как бывшие горожане, нынешнему горожанину на пальцах объяснить, как так получается, что, ну, думается, одна из вещей, зачем люди вообще выезжают в сельскую местность на ПМЖ, это вот коровка, молочко, там, все натуральное, как там в рекламах показывают, творожок, сметанка, все вот утром собранное. И ничего этого, я чем-то не наблюдаю. На пальцах объясните технарям, почему? Где корова? Корова выводить стали от того, что корова больше не покрывается. У них образуется желтое тело и вызывают ветеринара, который приезжает, корова не может, она не приходит в охоту, и она не оплодотворяется. Из-за этого стали выводить коров. Вопрос о бесплодии коров добавляю. Значит, раньше были культурные пастбища, раньше были стада колхозные и частные, стада деревенские, которые пастают какой-то назначенный пастух, да? То есть, было определенное стадо коров, были быки, даже не один. В настоящее время мы имеем тот факт, что буков нет вообще, как класса. Корова осеменяется обычно искусственным осеменением. Достать этот сосуд определенный, да, с этим семенем быка, это довольно-таки сложная процедура, не дешевая. Хозяйств, где держат эти сосуды, где занимаются искусственным осеменением, их там раз-два и общелся, и, как правило, это крупные фирмы, всем известные, вроде Мираторга, Зелёных линий и других прочих. То есть, это огромные холдинги, которые просто так, а бы кому эти сосуды не будут раздавать. Я буду тупым образом вопрос уточнять и перефразировать, и для себя, и для остальных тоже. Правильно ли я услышал, что корове, чтобы регулярно давать молоко, нужен бык? Нужен бык, нужен свободный выпас, нужен правильный уход, в прямом смысле слова. Можно сразу, да, граждан, что такое свободный выпас? Свободный выпас, это, то есть, не содержание её на верёвке, на каком-то колу, как это сейчас принято, практически повсеместно, поскольку поля все либо куплены какими-то... Агрокомплексами. Агрокомплексами, агрохолдингами, либо они находятся в более-менее частных руках, но это всё равно чужие поля. Чужие подпище. То есть, если быка нет, то это означает, что, во-первых, нет молока, а во-вторых, корова заболевает, и что дальше, умирает? Корова заболевает гинекологическими, так скажем, если это можно так назвать, заболеваниями. Это не только жёлтое тело, там их три вариации, но все три ведут к одному и тому же. Ведут к бесплодию, к потере молочности и к дальнейшему бою скота как такового. Ну, вопрос на грани приличия. Я понимаю, что вы не зоологи, не ветеринары, но тем не менее, а нет ли такого эффекта у людей случайно? Если у женщин нет мужчины, может ли это вести к заболеваниям? Не можем ответить, мы не профессиональные специалисты гинекологии, это сексология. Ну, вполне возможно, потому что... Оставим это для холивара в комментариях. Значит, во-вторых, сразу вопрос напрашивается, а в чём проблема завести собственного БК? Ну, во-первых, это финансово, во-вторых... Самая главная проблема – это финансовое, потому что в настоящий момент это, ну, порядка 50, наверное, тысяч рублей, я думаю, как минимум. Но дело даже не 50 тысяч рублей, а дело в том, что этого БК надо где-то содержать, то есть нужно определённое помещение, не маленькое, нужно, ну, опять же, уход за этим БКом, как за корову, то есть нужны корма, заготовка кормов, сами корма как таковые, нужен уход в плане его внешнего содержания, то есть уборка всех его там экскрементов, да, там чистка, мойка иногда, выпас. А чем он отличается от коровы, собственно? Просто плюс ещё одна корова. Нет, у него совершенно другой характер у БКов. Характер совершенно другой, конституция, начнём с того, что мышечная масса у него гораздо больше, силы, естественно, гораздо больше, надо это учитывать, потому что человек в среднем весит килограмм 80 максимум, а отдельные особи до 100, не будем говорить о тех, которые превышают этот порог. Что касается БКов, у него минимальная мышечная масса, вместе с костями и со всеми остальными делами, то есть живой вес, это где-то порядка килограмм 500, 400-500. То есть для сравнения, да, 80 против даже 300 килограмм, это даже человеку, который не знаком с физикой, понятно, что просто если бык выйдет из себя, человек с ним просто не справится никак. Правильно я услышал, что цена входа в этот бизнес, скажем так, корова, да, это 50 тысяч рублей. Это в каком возрасте? Всё зависит от того, какой возраст БК, какая порода, да. Нет, допустим, про корову. Человек решил завести корову. Он с чего начинает? Он должен начать, ну, понятное дело, с помещения, наверное. Ну, пусть летом дело происходит, ладно. Корова, цена вопроса? 50, ну ладно. Я думаю, что никак ниже 50 тысяч. Дело в том, что даже вот мы сейчас содержим хоз, беспородистая коза, там вообще самая-самая деревенская, у кого-нибудь бабушки, она обойдётся по минималке где-то тысяч за 5. 6. 6, да. То есть это нормальная цена в сельской местности, да. Но это самая минимальная цена. Если брать козу породистую, высокоудойную, то цены доходят до 100-150 тысяч за хозы. Это коза, это не корова. Потом сено. А, пардон, бык ей нужен сразу? Или как бы с этим можно подобрать? Нет. Всё зависит от того, в каком возрасте взяли эту корову. Их, как правило, берут не коровами, а тёлками. Это ещё, кстати, один минус, почему коров сейчас не держит. Потому что берётся молодая особь, которая совершенно неприрученная, да. И когда её покрывают быком, во-первых, вопрос ещё покроется ли она быком или нет. Но даже если она покрылась, она потом производит телёнка. И когда начинается раздой, вот тут начинаются все сложности. Потому что, как любая скотина, которая не привыкшая к этому процессу, она начинает брыкаться, бодаться, всячески показывать, что ей это не нравится. И надо её приручать к этому. И приучать. А ещё один глупый вопрос. А что мешает, например, ну скажем, допустим, нужен бык, ладно. 5-10 дворов объединяются, покупают себе по корове и одного быка на всех. Здесь нет таких домов, которые захотели бык. В деревенской местности, среди людей, которые живут здесь, да, здесь нет такой тяги. Это эффективно только в случае, если образуется поселение каких-то людей, очень хорошо знающих друг друга, например, горожан москвичей, которые хотят этим заниматься, то есть что-то вроде экопоселения. Они живут вот этим одним вектором направленным, и да, это возможно. В плане деревенских жителей это невозможно, потому что сейчас такая жизнь, что все стали единоличниками, они думают только о своём хозяйстве, только о своём доме, только о своей семье. И не хотят работать вот как бы сами на себя. Разучились люди работать. Потому что это нужно сено, это рано вставать, это косить, это надо переворачивать 2-3 раза, да, это надо всё увозить. Это нужна, опять же, техника. Нужна техника, нужны руки свободные, это сейчас очень большая редкость. А вот как в мультике показано, дядя Фёдор с котом вдвоём косят траву, это на двух коров вне пойдёт? Всё зависит от физической силы косарей, от их умения, от количества сена заготовленного и, опять же, от тех же полей в наличии. То есть, если эти поля есть, наличие, время есть, силы есть, руки, там всё остальное есть. В нашей местности есть поля, можно даже сказать, что они полубесхозные, но там не совсем пригодная трава. То есть, поля заросшие тоже, а бы какую траву ты искать и не дашь. Нет, потом они принадлежат бывшим колхозам. То есть, сегодня ты, например, будешь пользоваться, а завтра придёт колхоз. Завтра придёт владелец или будущий владелец, который права эти на себя вытянет с этого колхоза и скажет, а на каком основании вытянутся? Или реки, то, что называется, заливные луга и так далее. Они же не могут никому принадлежать, нет? Или здесь просто нет реки? Опять же, тут трава должна быть определённой. Тоже, ты не каждую траву возьмёшь. Корова, например, она как бы луговую ест. Коза, да, у неё побольше трав она ест. Она менее приходлива. Рацион питания коров, он, конечно, более скуден, чем у коз. Это ещё один минус, почему люди перестали заводить коров. И почему они перешли на коз. То есть, остальные плюсы коз, я думаю, мы не будем сейчас выяснять. Это и так понятно, что это размеры, это финансовая составляющая. Это, опять же, процент жира в молоке у коз. У коров он гораздо ниже. Потом люди не хотят покупать молоко. По аналогии, опять же, вопрос. То есть, с козами таких проблем нет? То есть, у вас собственный козёл, что ли, есть? Да, у нас собственный козёл. А у всех здесь собственный козёл? Нет, к нам приходят. То есть, вы даёте за деньги? Мы давали сначала бесплатно, с того года мы начали за это брать деньги. Не за всех. То есть, даже на козла не у всех денег есть? Или просто желания нет? Желания людей нет. Это труд. Это труд, это лишняя голова, которая, кроме как потомства, ничего больше не даёт. Целый год на него надо работать. Вы завели козла, а какой у него период, когда он выполняет свою функцию? Сколько времени? С пяти месяцев до момента серьёзной старости. То есть, это где-то лет до девяти. Нет, он вообще нужен один раз в год, получается. Вот с сентября, там по январь, пока козы входят. То есть, ради этого одного раза вам приходится держать всё время козла? Да, это не каждый, потому что, например, женщина, у козла тоже, они при старении, так скажем, у них меняется характер. И они начинают себя не очень красиво вести. И у нас как бы этим папа занимается, козлом. И вот старший сын. Я к этому не подхожу. Потому что он может нападать. Но при всём при том, козёл имеет массу, вот эту живую массу, гораздо ниже, чем тот же бык. То есть, у него живая масса максимально доходит до состояния серьёзного мужчины. Поэтому, даже встав на задние лапы, он не принесёт такого вреда. И уж тем более он не сможет управлять процессом, в отличие от быка. Бык в силу своей массы даже сможет управлять. Ну, на пальцах, получается, есть целый комплекс причин. Во-первых, есть высокая стоимость входа, это дорого войти. А сколько для сравнения, например, коза стоит? Ну, 5 тысяч, 7 тысяч. Минимально 5 тысяч дворовая коза, максимально больше 100 тысяч козлёнок породистые, родословные, со всеми делами. А если сравнить худой за день, вот корова и коза? Средний надой из козы идёт где-то порядка литров трёх, если это не породистая, подчёркиваю. Средний удой из коровы – это где-то, если я не ошибаюсь, литров, наверное, 20 средний за день. Ну, пусть 20 литров – это сколько коз получается, ну, скажем? Ну, если средних коз, то это получается около 7 коз. 7 коз. У вас сколько коз? У нас 2 козы и козёл. Ну, 7 вам не нужно? Нет. Но дело ещё в том, что козье молоко дороже стоит, чем коровье. Потому что козье молоко, оно считается менее аллергенно, у неё выше жирность. У нас сейчас прям парадигма сдвигается. Даже банально козье молоко можно разбавить вдвое, это получится примерно то же самое, что и коровье. Я правильно услышал, что практически из этого прямо следует, что коров принципиально не может содержать маленькое отдельное хозяйство. Просто по целому ряду причин структурных это просто невозможно. То есть не может жить корова на отдельном фермерском дворе. У нас у знакомых жила корова, но вот у одних, например, там техника, и там нет семьи. То есть мама, папа. Ну, мужчина и женщина, они могут содержать, когда есть время. Если берём идеальные условия, то есть отсутствие детей, наличие свободного времени, наличие ещё в хозяйстве чего-то, помимо коровы, что приносит какой-то доход, тогда это вполне реальное занятие. Если корова содержится только одна сама по себе, то есть нет ни кур, ни свиней, ни какого-то ещё какой-то скотины, которая может приносить доход, то это утопия. Потому что в настоящее время корова приносит, кроме телят раз в год, да, она приносит молоко. Из молока, да, можно делать сыры, творог и всё остальное. Но, как показывает практика, конкурентноспособность этого товара, в сравнении с сетевыми маркетами, да, людям сколько угодно можно объяснять, что это экологически чистое сырьё, там экологически чистые продукты. Они больше верят цене, к сожалению, нежели товарному виду и качеству. То есть, если у вас вдруг бы образовался, скажем, из лишних молока такой, ну, серьёзный лишних, скажем, литров 10, вам его некуда деть вообще? В нашем хозяйстве его есть куда деть. Нет, не в хозяйстве, в смысле, с кормить свиньям, я имею в виду продать. Нет, здесь есть люди, которые этим занимаются. У них большие семьи, ну, родители, дедушки, бабушки, это они все вместе находятся. Сколько большие? Сколько взрослых? Четверо взрослых и двое детей. У них есть корова? Да. Или даже не одна? Да. И занимаются ещё плюс свиньями. И они все вместе находятся, в основном это как бы пенсионеры уже. А вот я услышал, типа, что от коровы нельзя никуда уехать, а от козы можно уехать? Да. От козы можно уехать, козе можно насыпать кормов, как правило, это сено, да? Если она ещё с козлёнком. Да. То есть, насыпаешь корма в кормушку, этих кормов, если нормальная кормушка, их хватает минимум на сутки, а вообще на трое суток. В некоторых случаях даже и до недели, если всё правильно организовать. То есть, коза, она может сама себя прокормить, пропоить, и они за особо сильный уход не требуются. В отличие от коровы. Корова, она испражняется регулярно, испражняется полужидко, в отличие от козы. Вот, убирать за ней надо как минимум раз в сутки, а то и два раза в сутки. А то и три. А то и три иной раз, да. И корову самой иной раз надо мыть, и поэтому от коровы не уедешь вообще никуда. То есть, это надо иметь человека, который постоянно здесь находится вместе с ней. Я так понимаю, от фермерского хозяйства вообще никуда особо не уедешь, да? Да. Это правда. Корова ещё усложняет. Корова, она в разы усложняет, да. Корову просто оставить невозможно. Опять же, как бывшие горожане, нынешнему горожанину, много дебатов сказано про то, что раньше вот в селе дети, ну каждый следующий ребёнок был прибытком в семье, потому что он представлял собой новую дополнительную рабочую силу, которую можно было куда-то использовать. А сейчас типа в городе вот всё не так. Там каждый следующий ребёнок – это наоборот убыток, то есть он убавляет. Фермерского хозяйства как бы есть, где дети являются прибытком, с точки зрения сельского хозяйства, или не являются прибытком? Ну, они являются помощниками, это правда. Насколько? Старший он большой у нас, да, ему 13 лет. Тут всё дело в том, что раньше, если мы затрагиваем раньше, раньше были только школы, уровень образования, система образования была совершенно другая, хватало даже четырёх классов образования, и люди, помимо этой школы, больше они нигде не были задействованы, то есть они были задействованы в школе и в хозяйстве в своём собственном. Теперь ситуация следующая, то есть школа занимает больше половины времени обучающегося, начиная с утра и заканчивая днём, да, то есть ребёнок приезжает в лучшем случае в 3 часа дня, у него времени на занятия уроками и хозяйством минимальное просто, потому что хозяйством надо заниматься ну минимум 2 часа в день, соответственно, если мы берём ребёнка стандартного, который учится в школе, то есть он может вставать раньше, допустим, помогать родителям этот час с утра, а вечером у него уже такой возможности нет, потому что он приезжает 3 часа дня, это в самом лучшем случае в деревенской местности, подчёркиваю, это почти везде сейчас организовано, поскольку остались единичные школы, в которых свозят централизованы автобусами людей со всех деревень. И школы закрываются. Школы закрываются, да, остаётся одна какая-то центральная школа, в которой учатся эти дети, ездят они этими автобусами, вечерние рейсы, как правило, они бывают либо первые, либо вторые, вторые рейсы, что такое, городские люди не понимают, это порядка 5 часов вечера человек приезжает домой. То есть если ребёнок приезжает 5 часов вечера домой, он уже выжитый как ремонт после школьной программы, плюс ещё вот на этих всех продлёнках, да, то у него нет никакого желания заниматься уроками, и уж тем более у него нет желания заниматься хозяйством. То есть он хочет своих каких-то вещей, своего свободного времени. Но нам всё равно помогает. Во-первых, чистит сарай, действительно на нём он это делает. Потом он кормит, один раз в день он кормит, второй раз папа кормит. Всё равно, получается, в целом, в общем, основной объём забирает школа на себя. Основной объём забирает школа, тут ещё не коснулись дополнительных кружков, так называемых, да, потому что не везде, подчёркиваю, не во всех деревнях это есть, но в районных центрах, как правило, есть какие-то заведения досуга. То есть это какая-нибудь музыкальная школа, школа искусств, районный дом культуры, где проходят всякие разные кружки, и, как правило, конечно, стараются отдать туда своих детей, чтобы было какое-то образование ещё дополнительно, помимо общей программы. Но это у тех, у кого есть возможности. У кого есть возможность, у кого есть время, у кого есть самое главное – желание, чтобы дети этим занимались. А второй вопрос – проблема у людей здесь работы, нет работы. Мой был заготовленный вопрос, да, собственно, что умозрительный взгляд на вещи говорит, типа, что человек приехал в деревню, иначе у него всё своё, он на всём своём. А как, собственно, строится экономика? То есть этот так называемый фермер, у которого есть козы, предположим, коровы, он, оказывается, должен ещё и на работу ходить? Да. То есть никакого способа жить этим хозяйством? Дело в том, что много снято роликов, они в сети есть, на Ютубе, если люди захотят, они это всё увидят. Там многие фермеры уже со стажем тоже самые проблемы решают и объясняют. Они говорят, что это утопия, как считаются горожанами, что ты уехал, имея какой-то капитал, ты тут построил фермерское хозяйство и живёшь себе, ни в чём себе не отказывая. На одном фермерском хозяйстве в настоящее время прожить невозможно. Даже если, допустим, организовать рынок сбыта для того же молока? Рынок сбыта в отдалённых регионах, которые входят за черту 200-километровой дальности от Москвы – это, опять же, утопия. Всё, что ближе, да. Можно организовать серьёзный рынок сбыта с транспортом, со всеми вытекающими и с хорошим доходом. Что касается сельской местности, здесь уровень жизни совершенно другой, понятие о деньгах тут тоже совершенно другое. Цены тут такие же практически, как в Москве, это тоже утопия, что цены здесь ниже. Опять глупый вопрос возгорожания. Допустим, я понял, вы сказали, что уровень жизни просто не позволяет покупать молоко, которое явно будет дороже, чем какой смысл его продавать по той же цене. Это же будет вряд ли выгодно продавать молоко по цене магазина. Это будет убыточно совершенно, потому что магазинное молоко, там идут огромные объёмы, оно идёт, опять же, из химического индифицированного сырья, то есть уже удешевлённого. Следующий человек скажет, ну выйдите в ближайшем большом шоссе, там же ездят богатые люди мимо, вы им выставляете, и они останавливаются и покупают. Вопрос, опять же, той же рентабельности. То есть, если человек выходит в шоссе, он сидит, тратит на это 10 часов своего времени или 8 даже светового дня, да, и за этот световой день у него покупают, ну грубо говоря, там литров 5 молока. То есть, какова будет тогда рентабельность? Он больше времени потеряет, не заработав практически ничего, за это время он мог сделать больше дел, больше принести прибыли хотя бы даже себе, своей личной хозяйственной. Ну, шаг в сторону, а мясной вариант коров, там, бычков, он тоже себя никак не окупает? Тут мы сталкиваемся с проблемой конкуренции, дело в том, что во многих сельских поселениях, во многих областях, да, существуют такие фирмы, огромные холдинги, как Мираторг. У нас они тоже есть. Поэтому конкурировать с монстрами, у которых это всё налажено, поставленная цена будет, естественно, ниже, чем в частном хозяйстве. Потом это не рентабельно, вот даже приезжают, это забирают на мясо, и оно намного лучше… Рынок сбыта, это всё очень сложно организовать, просто что такое мясное производство? Берём бычка, да, его надо вырастить желательно в кратчайшие сроки, иначе, опять же, вопрос рентабельности идёт, сколько кормов на него уйдёт. Значит, даже не берём кратчайшие сроки, мы выращиваем этого бычка, возникает вопрос, куда его сбывать. То есть, найти какого-то покупателя, который тебе за твои красивые глазки отдаст хорошую сумму, это практически нереально. Как правило, присутствуют на этом рынке определённые личности, которые занимаются этим уже профессионально, у них это всё поставленный поток, естественно, они скупают это всё практически по себестоимости. То есть, выйти на них не проблема, но это будет практически по себестоимости всё, да, или в убыток. А из серии доставить какой-нибудь мясокомбинат такого нету что-то, свободного приёма? Типа, вот я привёл быка, купите у меня. Раньше это было возможно, сейчас мясокомбинаты занимаются, насколько мне известно, крупными поставками, то есть, именно один этот бычок, он ни в какое сравнение, что называется, не идёт, и забои ради одного бычка они не будут просто останавливать, это первое. Второе, они всё равно понимают у участников этот товар, опять же, по сниженной цене. То есть, они его занижают по категориям. Там категории разные, упитанности. Да, категория упитанности, то есть, они тебе хорошего бычка, который у тебя средней упитанности, они его посчитают как тощего. Вот, если ты согласен на ту цену, которую они тебе предложат, то, конечно, они, возможно, его возьмут некоторые маленькие мясокомбинаты. А если вы его сами разделаете, то вам, опять же, его некому продать? То, опять же, мы сталкиваемся с вопросом продажи, да. И справки нужны. Нужны ветеринарные документы, потому что, если это единичная продажа, это может ещё как-то и проскочит, а если это не разовая продажа, то рано или поздно натыкаешься на ветеринарные вот эти органы, которые с тебя требуют соответствующий сертификат о том, что у тебя мясо чистое, что оно проверено, это, опять же, деньги. Окей, а последний вариант, да, а вырастить для себя это тоже нерентабельно? То есть, вот вырастить и самому употребить? Всё надо считать. Кто-то говорит, что это рентабельно, кто-то говорит, что это нерентабельно, всё считается. То есть, какие корма использовались, в каком процентном соотношении, если его кормить, грубо говоря, пустой травой, которую ещё ты сам косишь, то, конечно, это будет, наверное, рентабельно, потому что затраты минимальные. Но вырастет ли он так быстро и в том весе, в котором он нужен? Сразу вопрос, вы про коз своих считали что-то именно с цифрами в руках? Нет, мы ничего не считали. А это обычно... Хотя бы на глаз какое-то понятие рентабельности есть, то есть вообще, скажем так, хотя бы так, на глаз, вот, ну, в вашей конфигурации у вас две козы, один козёл, это вообще, ну, хотя бы сравнивая с магазинными ценами, это себя окупает, это выгоднее или... Если сравнивать с магазинной ценой, допустим, того же козьего молока, то, конечно, это рентабельно. Тут молоко своё, ты за него ничего не плачешь, ты плачешь только за корма, который ты вкладываешь в этих коз. Половина из этих кормов, опять же, естественная, луговая. Потом неудобно, я подаю, у меня есть молоко, я могу спокойно с утра детям сварить кашу, потом из этого же мы научились делать сыр, из этого же мы научились творог, и в основном это всё едят. А ничего из этого вам некуда продать, то есть, сами уже потребляем. Мы не пробовали продавать, мы вот продавали... Проблема не в выходе на людей, которые готовы это купить, а проблема в объёмах. С двух кост не будет большого объёма производства, и уж тем более, если мы это всё частично, а то и полностью забираем на себя. То есть, продавать что-то там в размере одного килограмма, ну, это можно там для интереса один раз продать. У нас вот в этом году, кстати, козёл себя сам окупил, можно так сказать. Если заниматься этим серьёзно, да, это окупается... Я знаю примеры, где держат козла, и они этого козла направо-налево предлагают, т.е. люди соглашаются, они устанавливают цену, пожалуйста, они предоставляют козла, и козёл окупает даже больше, чем козы, но раз. Если это серьёзный породистый козёл, у него случка стоит, может, к примеру, тысячи, а то и полторы тысячи рублей, вот, в этих случаях может быть 10 штук, вот, считаем, это 15 тысяч. На газеты быстро не заработаешь. В каком-то старом советском фильме, не помню в каком, помню, там был сюжет такой, что там какой-то крестьянин у него, по-моему, там две, что ли, лошади в хозяйстве, ему ставят в уплёк, значит, при коллективизации, что он зажиточный. А он показывает пальцем, он говорит, что я не зажиточный, говорит, я деньги плачу, чтобы, значит, к лошадям всё время подвезти коня. А конь как раз у настоящего кулака, у него нет ничего, у него там вот такой всё, в прокат только сдаёт, т.е. сам он ничего не делает, он только подпускает коня. Это есть... Сами они при этом жеребца не держат, потому что, я так понимаю, его, не знаю, то ли опасно держать, но я уже слышал от специалистов по лошадям, что не кастрированный конь просто опасен в управлении, поэтому никто в здравом уме его не держит. И даже этот Бак Брэннамон сказал, что обычному человеку это просто не надо, если жить хотите. То же самое касается к вопросу о коровах, о быках. Бык не кастрированный, он представляет из себя точно такую же, даже ещё большую угрозу, нежели конь, в силу даже, опять же, своей мышечной массы и рогов наличия, как правило. А козёл представляет угрозу? Представляет. В определённых обстоятельствах, да, представляет. Представляет. Козёл может и убить одним ударом. Из этого я правильно понимаю, что автоматически следует, что детей нельзя заставлять заниматься этими животными, да? Мы смотрим на то, если, например, бодается, клюётся, мы это не оставляем? Мы это или не оставляем, или это переводится в разряд опасной скотины, которой занимается человек, так сказать, ответственный за это, который может управлять, и он знает, что у него хватит возможностей и сил справиться с этим. Как правило, это мужчина в возрасте уже определённо больше 20 лет. Получается, просто физический риск, который всегда присутствует. Да. Безусловно. Интересно. А сейчас у вас овцы есть? Нет. Нет? Нет. А какова судьба овец? Почему они были, потом их не стало? Опять же, проблема с пастбищами – это самая первая проблема. Проблема с скотиной как таковой. Дело в том, что овцы, они недаром считаются, что они очень тупые. То есть, у них мозговая деятельность, она намного хуже развита, нежели у тех же коз. У них стадный инстинкт, они куда вожак, туда и стадо идёт. То есть, их надо содержать в каких-то определённых пастбищах, их как-то огораживать, чтобы они никуда больше не ходили, не терялись, не перелазили на другие места запретные. И в силу того, что мы находимся в сельском поселении, овцы эти могут залазить куда не надо. Будут огромные проблемы с соседями, так скажем. Но раньше этих проблем не было. Раньше этих проблем не было, да. Потому что были у всех. Потом, когда мы вот сюда приехали, тут же начали как-то, так как мы не пьём, ага, у них своё хозяйство. И здесь проблема началась с того, что это такое, как-то они не пьют. А почему-то у них есть, а у нас нет. Вот эта проблема тоже существовала. Факультативный вопрос, если, допустим, выгнать на выгон овец или коз, тут вроде лес рядом, хищники представляете, какой-то... Очень серьёзно, места относительно дикие, хищников полным-полно, и ещё не факт, что это будет проблема именно хищников. Сейчас и люди пошли не очень честные на руку. Случаи были неоднократные, что скотину уводят, режут, стреляют. То есть, корову нужно что, охранять, что ли, если её привязать там или к козу? Если её привязывают где-то недалеко от сельского поселения, нет, она в охране не нуждается. Если её привязывают относительно далеко от сельского поселения, там на опушке леса или ещё где-то, то да, нужна охрана, потому что неизвестно, что там будет. Стадо волков может выйти, или может какой-нибудь охотник там, проезжая мимо, посмотреть, о, бесхозная скотина. Он её быстренько стрельнет, разберёт, у них это всё профессионально. Полчаса ровно. Ровно два года назад вышли лисы прямо в деревню. У нас же закон для людей сделаны все. И чтобы отстрелить лесу, надо, чтобы, значит, глава поселения дал согласие своё. Это должны быть случаи. Вот у нас как раз два случая было, на ребёнка нападение и на женщину. И хорошо, там был мужчина, который выбежал с лопатой, да, и женщину эту отбили. От лисы? Что касается дикой скотины, тут факт такой, что раньше это всё было централизовано. Раз в определённое количество времени давалось разрешение на отстрел лис и волков. Выезжала бригада егерей, и они защищали эти леса. Сейчас этого нет вообще. То есть волки размножаются сколько хотят, как хотят. Лисы тем более. Никому это не интересно. Поэтому это представляет собой определённую угрозу. Потом проблем не было до тех пор, пока работал колхоз. Здесь забивали скотину, и все эти лисы, все эти животные находились там на убойнике. Сейчас убойника не стало, они пошли по деревне. У нас многие держали гусей на конце деревни, и им пришлось гусей выводить. Потому что для лисы никто не будет держать гусей. Для дикого животного все изощрения и изхищрения человека, они представляют особой сложности и угрозы. Бывали случаи, что те же хори и те же лисы, они пробирались через все вот эти вот ухищрения и умудрялись утаскивать птицу, в частности. Можно, так сказать, подводя черту, опять же, возвращаясь к коту Матроскину с его двумя коровами. Это вообще реалистично, то, что там показано? Насколько реалистично? Если вы помните, конечно, содержание трои с простоквашином. Это реалистично, но в определенных условиях. В случае, если есть какая-то финансовая подушка, в случае, если есть свободные руки, в случае, особенно, если это хозяйство находится не сильно далеко от какого-нибудь крупного города, в идеале мы берем Москву, конечно же. Если брать черту Подмосковья, я думаю, там таких хозяйств очень много, и в некоторых из них, я думаю, и коров держат. Ну, Матроскин по сюжету, во-первых, они нашли клад, это я помню. Это опять же финансовая составляющая, это самое. Во-вторых, по сюжету, коровы у него были в прокате, не знаю, что это значит, насколько это реалистично, маловероятно. В-третьих, я помню, у него была проблема сбыта, потому что Шарик жаловался, что везде молоко, включая умывание. То есть, девать ему даже там некуда. Хотя потом Матроскин же говорил, давайте молочко на базар возить. То есть, иными словами, то, что там показано, просто не может быть, потому что не может быть. По крайней мере, в отдельном доме никак. Ну, очень сложно. Очень сложно. А если бы это было село организованное, если есть колхозный бык, колхозный пастух? Если молока будет тонно, то будет приезжать машину забирать. Тонно с села? Тонно с точки. Неважно, село это или что. Минимальные... Они дуют сами, что ли, как его собирают? Я не понимаю, вёдрами приносить? Бидонами, вёдрами, или это централизованная какая-то дойка идёт машинная. Они не боятся сливать, вот, принесётся человек молоко, они просто берут село. Они проверяются... Проверяется жирность, проверяются параметры основные, которые важны для молзавода. Они сразу выезжают с аппаратуры. В общем, тонно с точки. Да. А это выгодно по деньгам? Предположим, у вас есть тонна. Это выгодно по деньгам будет? Всё зависит от цены закупки этого молока. Конечно, на настоящий момент это не сильно выгодно, цена тоже опускается закупочная в молзавод. Ну, скажем так, жить... То есть, можно ли перейти, уволиться с работы, не нужно больше на работу ходить, заниматься только этим? Нет. Можно этим окупить? Нет. Это в любой момент может что угодно. Что такое хозяйство? Это могло сдохнуть, это может какую-то траву съесть, заболеть. Это, если в случае чего нужно лекарства закупать, ветврача. Ветврач тебе просто так не приедет, тоже это деньги, всё. Это является подспорьем, но не основным видом заработка. А ваши излишки молока идут сейчас на свиней? Да. Они у вас, излишки тоже есть, да, даже с двух кос? На данный момент, да, сейчас же пост идёт. Да, кстати, хороший вопрос, что делать в православном фермерском хозяйстве посты? Покупать большой морозильный кочевин, да? Ну, примерно так. Что касается мяса, да, что касается всего остального, яйца, они хранятся до трёх месяцев, то есть, это не страшно. А что касается молока, ну, или в хозяйство использовать, или куда-то забывать, да, потому что это продукт Ну, ещё у нас проблема, то, что мы не умеем продавать, мы не можем. Ну, то есть, навыки ведения бизнеса и торговли. Да. Познавательно было, вот, конечно, разбили и мечты о коровке, и реалистичность Матроскина поставлена под большой вопрос, как я понимаю, по крайней мере, в нашем сегодняшнем мире. 2019 год, одна очень не московская область. Ладно, спасибо за беседу. Пожалуйста. Может, что-нибудь ещё спрашиваю, если придумаю. Да. Продолжение следует...